Университетская клиника Одесского мединститута Международного гуманитарного университета продолжает укомплектовываться для эффективной борьбы против пандемии коронавируса. Создание клиники и центра защиты от пандемии COVID-19 инициировал почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Отделения интенсивной терапии также оборудованы современными аппаратами искусственной вентиляции легких. Это медицинское оборудование относится к экспертному классу. Отделение интенсивной терапии Университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета полностью готово к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня в учреждении были установлены и протестированы несколько аппаратов искусственной вентиляции легких SDH-30. Современное и эффективное оборудование относится к аппаратам экспертного класса. ИВЛ оборудованы специальными устройствами, которые моделируют работы легких и позволяют точно настроить прибор. Это же была большая аудитория, и мы начали строительство палат интенсивной терапии. Я благодарен всем, кто непосредственно принимал участие, и строителям, и особенно медицинским работникам, Вячеславу Алексеевичу Полясному, который руководил этим направлением, и заведующим кафедрой, и директору института, за то внимание, за то отношение, но вот к поручениям, которые вы выполнили и выполнили добросовестно. Сегодня мы уже готовы принимать больных, если будет в этом необходимость. Искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы. Своевременное подключение к аппарату ИВЛ максимально увеличивает шансы на выживание. Если человека, который перестал дышать, не подключить к аппарату ИВЛ, его внутренние органы перестают снабжаться кислородом. В этом аппарате есть все функции, которые необходимы для оказания квалифицированной помощи пациентам. Есть разные девайсы, которые позиционируются как аппарат искусственной вентиляции легких, но вот конкретно это, это полноценный аппарат, который позволит подобрать оптимальный режим вентиляции, для самого тяжелого пациента. Палаты университетской клиники обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности больного, уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. В палатах уже установлена система подачи медицинских газов, в том числе кислорода и другое необходимое оборудование. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом в случае его транспортировки. Когда мы только начинали тестирование пациентов, мы очень переживали в том плане, а если поступит тяжелый больной, а если нужна будет неотложная помощь. За тот срок, за который Сергей Васильевич Кивало организовал открытие палаты интенсивной терапии, вы видите самым современным оборудованием, которых может быть нет в гражданских больницах. С современным оборудованием, с современными девайсами, с современной техникой, с современными одноразовыми всеми приспособлениями. Мы сегодня точно знаем, что на случай поступления такого пациента мы можем оказать помощь в полном объеме. Впрочем, даже самого эффективного и профессионального оборудования недостаточно для спасения жизни, если нет подготовленных специалистов, которые умели бы обращаться с аппаратами ИВЛ и другими приборами обеспечения жизнедеятельности. В клинике Мединститута МГУ предусмотрели решение и этого вопроса. Сегодня это уже не просто лечебное подразделение, это современные тренинговые и симуляционные центры обучения врачей интенсивной терапии, которые будут сталкиваться с пациентами с тяжелой коронавирусной инфекцией. Мы закупили, мы смонтировали, мы все подготовили. Теперь самое важное, чтобы мы обучили врачей, потому что любой врач, даже доктор, наук, профессор, он не сможет подойти и пользоваться аппаратом. Нужно обучение. У нас есть кафедра, которая позволит нам всем обучать врачей на базе университетской клиники, как пользоваться аппаратом ИВЛ. У нас есть специалисты, кандидаты наук, которые занимаются, анестезиологи, которые занимаются этим оборудованием, умеют пользоваться им на высоком уровне, поэтому нами принято вместе с областным советом решение проводить курсы повышения квалификации, краткосрочные, для врачей, которые работают в районных больницах, в сельской местности, для врачей, которые работают на морских суднах. А также туда будет включена программа для студентов. Мы всех наших студентов, выпускников по специальности лечебное дело уже с 2-3 курса будем готовить, чтобы они работали с аппаратами искусственной вентиляции легких. В университетской клинике Международного гуманитарного университета напоминают, в каждый будний день здесь можно проверить свое здоровье, пройти тест на коронавирус и получить комплексную консультацию высоко квалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук. Чтобы пройти тест на коронавирус, необходимо предварительно записаться с помощью колл-центра по телефону горячей линии 778-30. Запись каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. Медики измеряют температуру и пульс, а также уровень насыщения крови кислородом, после чего приступают к процедуре. Ежедневно бесплатное тестирование в клинике проходит около 50 человек.